Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас есть события выходного дня, по традиции, которые выходят не на выходных днях, а как-нибудь попозже. Так, дел много было, на стримчик не хватило, провозился с компьютером целый день. Так, и что, Кракен, успел я всего лишь, к сожалению, только одну битву у себя в аккаунте, и то не на запись провести, но вот так вот, выполнились. Быстренько мы здесь все выполнили, давайте получим наборчик этот. Сделаем фотографию, так, ну 100 баксов, и статуя Кракена. Ну, а тут уже изгиб есть, как будто бы бакулит. Да, но укороченный вариант бакулита, 8% статуэтка. Такие статуэтки должны давать, не знаю, 50%, ё-моё, их же нигде не купишь, они же очень-очень редкие. Так, ну и давайте, что, помчимся по нашим событиям. Что у нас есть? Только травоядные, только один травоядный, а здесь будет с усилениями, кого хочешь, того и берем. Так. Травоядный, один штука. Так. Давайте анкелодок возьмем. Давно мы не сражались с анкелодоком. Это легенда, легенда, вот, знаете, вот те самые первые динозавры, которые вот у тебя появляются, они вот самые запоминающиеся. Вот, анкелодок это один из первых гибридов, и первый такой травоядный гибрид, ну, если не ошибаюсь, нет, не, может, стегоцератопс был. Короче, но он был самым сильным из первых травоядных гибридов, вот так, вот так будет правильнее сказать. Так, ну, тут надо бить один, а потом еще два. Антарктопелта, турнир на нее был, блин, я не вообще, я ее название долго не могу выговорить, Антарктопелта. Так, на два нас продамажил. Я, правда, не обратил внимания, там было около 1600, а дальше я выдержу еще раз или нет? Но это уже не потребуется. Да, ну и как вам, ребятки? Как вам планшетный вид в Jurassic World Alive? Ну, это снимать удобнее, мне не нужно потом рендерить. То есть я могу сразу его так снял и на YouTube залил. Правда, файл большой, дольше заливается, но картинка не пережимается. Хотя, в том случае, да, картинка немножко зернистая. О, у нас тут четыре боя, чуть ли не обратил внимания. Только хищники, X1, ребята. Так, ну че, любимая всеми битва, Индоминус плюс Индораптор, только не такой, а вот такой. Даже 20-й нужно взять. Давайте пойдем. Вы уже все любите эти битвы. Индоминус против Индораптора. Там такие, трэш-битвы, но интересные, да. Такие. Так, два удара мы должны выдержать. Четыре плюс сорок процентов. А, нет. Да, мы туда оба, короче, трусим немножко. И я, и он, ну давай атакуй. Черт, падюри. Ну, я думаю, нам уже пора атаковать по полной. Да, мы подловили его. Подловили. Молодец, молодец, мальчик. Питбуль. Это да, у нас Индораптор, это как питбуль среди динозавров. Как ухватиться, не отдерешь. Так. Один птерозаврик нам здесь нужен. Кем мы будем сражаться с нашим Зухариктором? Эудиморфодоном или птеродаустером? Или птеродактилем? Давайте птеродактилем возьмем, посмотрим. Ну, тут кому как повезет. Здесь вообще никакого скилла и навыка не надо. Знаете, тут кто, кто первый проатаковал, того и тапки. А, нет. Две. Нет. Черт, совсем плохо. Я же не выдерживаю два удара. Про это не подумал. Так бы, так бы сто процентов поставил в защиту. Ну, да, ничего страшного. Ничего страшного. Я же не хочу взять сразу самого сильного. Вот, давайте еще раз повторим нашу попытку. Два удара мы не выдерживаем, значит, мы обязаны поставить наш балл в защиту. Но, проатакует ли он нас сейчас, это уже вопрос. На один проатаковал. Давайте два сделаем. У него может быть уже три. И если он атакует, он покойник. Если не атакует, он хитрый, значит. Хитер, гаденыш. Ну, давай. Хоть бы два в защиту поставил. Я думал, один или два поставит. А он вообще ничего не поставил. Ну, не поставил, значит, наша победа. Так. Столкновение. Без ограничений. Без ограничений. Возьмем вот так. Вот так. И вот так. Можно атаковать. Мы снимем больше половины жизни. Значит, можно и проатаковать. А Индомин сейчас он подменится. Он вас не пробьет за один удар. И за два не пробьет. Эрлифазавр. Танкуй. Двушечка. Две тысячи один. Так, круглая цифра у него. Можно было поставить один балл в защиту, чтобы сто процентов выжить. Но он думает, нам не понадобится. Так, сколько у него баллов? Три. Ну, извини, дорогой. Я тебя пробиваю. А, нет. Не, не пробиваю. Ха, нет, пробиваю. Пять триста. В притирочку. Ну, сейчас он только пел-то будет злая, блин. Можно было и в защиту поставить тогда. У него пять. А что это он сделал? Давайте выпустим нашего прокачанного бегуна. Ну, вот так. Чисто от фонаря. Натыкал сколько-нибудь много ударов? Ну, давай, Антарктопилд. Это твой выход. Тебя ждет метапазавр. Ого, восемь. Неплохо. Но ей приходится бить целых шесть. Два балла осталось. Мы запомнили, записали. Галочку поставили. И давай метапазаврик. Жри его. Так, получаем свою награду. Ихтиастега. Я, кстати, да, убрал Ихтиастега для того, чтобы освободить место для Кент... Конковинатора. Хотел Кентрозавр сказать. Только что сражался Кентрозавром в Джураж Сколде Лаев. Потому на языке осталось. Так. Уси-ле-ни-я. Нужно взять одно хотя бы усиление. Ну, вот такое что-то мы взяли. И будем сейчас брать каких-то травоядных. Или не обязательно травоядных. Нет, давайте будем брать травоядных. Значит, а что бы не взять Индораптора, например? Хотя тут один Унайринг может много чего порешать. Хотя не особо много. Его за два удара могут тоже порешать очень легко. Такую корявую троицу взял. Ну, тем интереснее будет нам. Вот, смотрите, взяли его и порешали. Ну, сейчас то же самое с ним сделает Исигназух. А вот что-то Индораптору достанется. Это вопрос. Ну, шесть в защиту это вообще ставить, конечно. Жалко просто даже тратить такие усиления. Ну, что, рискнешь? Да, смотрите, рисковый парень. Снова атакует на два. И, конечно же, пробивает нас. Так. О-о-о. А мы тут пролетели, ребята. У меня один балл остался всего лишь. Блин, я щит вот был на предыдущий ход. Они, они... А, они высокого уровня, 39-го. Блин, ну... Ну, да. Пять тысяч удар. Но ничего страшного. Тем интереснее будет. Ау! Прикольно. Надо сделать скриншот себе отдыхающего Раптора. Ну, е-богу, жалко тратить такие сильные усиления. Вот какие у меня тут пооставались. Так. Ну, да, так. Надо все-таки не жадничать. Брать ребят покрепче. У нас есть Пахи. Пахи, Урхи. И первым Апатич пойдет. Вот так. Сейчас мы им наваляем. Но это не точно. Он будет атаковать, да? Ну, на два на этот раз не пробьешь. Ему было удобно, конечно, что он за два удара пробивал всех. Любого. А Индораптор вообще за полудара мог пробить. Так. Ну, Апатич, как обычно, танкует. Четыре, четыре, четыре. На все четыре. Урхик сейчас оторвется немножко. Так, Пахик у нас там идет последним. Ну, вот я его за два удара не пробью. Нет, пробил. Даже три поставлю. Урхик, мне бочку напоминает. Бочоночек такой. С ножками и гребешком вверху. Ну, давай. Рискни. На все четыре. Ну, это вообще изи катка получилась. Изи катка, ребята. Ну, прикольно, да? Вот, сорокового пришлось бить третий удар. За два удара мы его не пробивали. Так, легенды дракономании у меня сейчас тоже заканчиваются. Там у нас остался меньше одного дня. Там 23 часа примерно осталось. И там у меня так в плитирочку. Не знаю, хватит ли нет собрать все осколки Ра. Ха-ха-ха. Ну, давай. А, я пахи называл. Это же стиги. Но, не важно. Он все равно пахит. Пахит цефало заврит. Или завроит. Так. Ну, это был всего лишь первый бой, ребята. Ага. Нам предлагают сделать то же самое. Хорошо. Что, у нас будут три таких битвы? О, так у меня вот такие еще удары есть. Так. Кем мы будем с вами сражаться? Ну-ка, это крепкие ребята. Крепкие. Можно взять против них тоже крепких ребят. Как вы считаете? Давайте возьмем вот так. Не, давайте возьмем танка и индораптора. И на подстраховку, ну, вот такого вот. Давай танк. Так, ну, если я возьму сейчас три усиления, это будет вообще неинтересно. Я бы его сразу сейчас и пробил бы. Мы немножко усложним себе жизнь. Давайте сделаем вот так. И вот так. Выжил таки. Три. Ну, три. Хватит ему пробить. Смотрите, он сейчас на три и пробивает меня. Давайте снимем минус три. Может, нам повезло, и мы заберем у него эти баллы. А может и нет. Один балл. Ха, переносил он все баллы, и мы все спалили, что он переносил. Пробили, пробили. А он нас не сможет пробить, потому что у меня один балл в защите есть. А два... Ну, хотя, может, и пробьет, не знаю. А, пробьет, гаденыш, перенес таки. Ну, ладно. Шесть. На все шесть. Молодец. Ну, Индораптор сейчас вас сожрет. Двоих. А, у него сила помощнее будет, чем у Метриафодона. Ха-ха. Нашли себе противника по зубам. Ну, и вот, на следующий удар мы тоже атакуем, и всех рвем. Нам пофигу, что ты там придумал или не придумал. У нас целых семь. Пощечину получи. Ань, или прыжок. Прыжок. Лютая тварь. Поздравляем. Так, отлично. И теперь нам нужно еще разочек им навалять. У нас есть еще один Индораптор. Так. Не знаю, кем бы взять вот типа, вот так вот, вот так, вот так вот. Ну, и... Ну, просто он пойдет на мясо первый. Ну, не знаю, может, если будет щит, попадет он. Для радио Индоминуса используем щит. Ну, если он, правда, сейчас проатакует на два, то будет печально. Блин, ну, минус три нас не интересует. Ничего себе он проатаковал. Практически сожрал нас. Давайте попробуем хотя бы отыграться. Да. Ну, сейчас он нас атакует всего лишь на один. А это плохо. Но у нас будет плюс шесть на броню. На следующий ход. И мы сможем защититься. И на халяву заработать себе очечку. Потому что все перенесу. Так, ну вот, видите, я взял Индоминуса. А то, вы говорите, я редко беру Индоминуса. Я даже ради него сделал такую фигню, которую обычно не делаю. И мы спокойненько можем себе курить в стороночке. Там, пососать леденец. Нам по барабану. Что тут с Метреафадоном? Вот он на пять хотел нас пробить, гаденыш. Фигушки тебе. А было у него-то сколько? Наверное, это все, что у него было. Один, раз, два, три. Ну, тут Сегнич легко бы всех порешал. Но я ради вас выпущу специально Индораптор, конечно же. Вы же точно хотите, чтобы это был Индораптор. Ну, его тут ничего не спасет. Два удара он не выдерживает никак. А больше четырех защиту не поставит. Ааа, просто его прибили, как муху. Вот так вот у нас получился довольно насыщенный бой. И сколько у нас тут Индораптор? Три раза минимум участвовал. И Индоминус был, ребятки. Так что, думаю, вам должно было все понравиться. И вы обязательно поставили лайк. Да и видео у нас довольно некороткое получилось. Два турнира, много битв было. Так что, не поленись, поставь лайкосик и напиши комментарий. Так, у нас сколько пятишок будет этих наборчиков? Вот такие вот дела были. Всем пока, ребята!